вот тупо вот что это блин было почему я не мог использовать это электроэнергия а в смысле блин оп а че эта дверь открылась ты кто такой ради в этом гранатомете четыре или восемь гранат так пока возьму на всякий случай меня тут к чему-то готовят хотя нет лекарства мне тоже как бы нужны что за аппаратура мне сюда второй холл мои извинения за это место так хектико я смотрю ваш прогресс от здесь я благодарен за вашу помощь я не могу сказать что это я не могу сказать что это Они были ответы за катастрофой, которая уничтожила городу. В ретроспекте, этот целый Т-проект был взаимодействующим. Брут-форсия не должна быть единственным критерия для оружия. Он должен также быть красивый, уникальный и богатый. Вы также помогите мне. Ты будешь играть с моим ультиматым креацией. Йоко, это было два года. О, но вы не знаете это. После того, что произошло было так ужасно. Я думаю, что вы захотите это из твоей памяти. Ещё и бомбы заложили, блин. Супер. Так, это тот учёный, который создал этого тирана особого. Так, это тот учёный, который создал этого особого тирана. Это что? У меня такого оружия нет. А университет, я так понимаю, сейчас тупо бахнет. Не так ли? Я прям чувствую, что сейчас какая-то фигня будет. В смысле? А чё мне надо делать? Я не понимаю. Может мне тут надо чё-то нажать? Ну причём да, скорее всего я тупой. Так, там какая-то ещё надпись возникла, я чё-то не понял, чё это было. Я надеюсь, я успею пройти. Чё-то выдал. Так, а я могу это сожрать? О, прикольно, кстати. То есть всё, таймер этот. Я отключён, да? А мне ещё надо? Так, ты будешь готовиться или нет? Так, а чё я могу сделать? Куда мне, блин, идти? Окей, от этого вируса-то я избавился. Я могу отключить эту бомбу, нет? Конечно нет. Может ещё какие-то кнопки тут надо потыкать? Тупой. Мне чё-то сразу все компьютеры протыкать. Тупой. Мне чё-то сразу все компьютеры протыкать. Тупой. А мне ещё этот образец нужен или нет? Тупой. Я думаю, он уже готов? Так, ну больше одного он не вмещается в слот. На комнату подготовки эксперимента. Это кое мне надо на выход теперь? Не в ту сторону, не в ту сторону. Блин, просто тупо везде эти доулбованные мины. Так, в смысле, я не могу использовать лифт. Ну что, блин, вы от меня хотите? А куда мне тогда идти? У меня времени уже нет, игра. Или ей сейчас надо подойти к компьютеру этого хрена и там еще и кнопку лифта надо найти, да? Это я совсем тупой буду. В смысле? Я без понятий, что делать. Может в окно надо выйти? Нет, все, кнопки не реагируют. Нету больше активных кнопок. Ну да, получили особый предмет. Серьезно? Тут все это время была дверь. Беги, пожалуйста, быстрее, я не успеваю. Комната Президента. Я охренеть, как далеко от выхода, если что. Это сейчас конец игры. Я понимаю, что это сейчас будет не совсем честно с моей стороны. Ну, я сделаю вот так. Вот так. Я пока пытался понять, что делать. Я на всякий случай сохранился. Тем более, это каком-то сохранение. Почему-то теперь они вставляются даже с пистолетом в руках. Так, пять минут спустя. Так, вот тут мы уже все это смотрели. Ну, не совсем честно, но что поделать. Мне вообще никакого даже намека не было на то, что в той стороне есть дверь. Так, в смысле, я автомат ничего не взял. Так. Ты что, умный что ли? Я сейчас пропустил все заставочки. Сразу все две кнопки натыкаем. Так, идем теперь к аппарату. Что? Мне нужна вакцина все-таки. И потом сваливаем. Блин, кто же знал, что там эта фигня? Есть. Дверь, блин, бешеная. А теперь сваливаем туда. Я даже не буду брать еще один реагент. Потому что нафига он мне нужен. Я сейчас отыгрываю эгоистичную скотину, которая никому не помогает. Потому что не помогать-то уже некому. Людей уже не осталось. Вот нет этой двери на карте. Ну окей, да, там есть какой-то вырисунок. Видимый. Ну а толку? Я так понимаю, моя цель сейчас выйти из здания. Сейчас сейчас этот тиран появится, да? Не, ну пять минут. На побег это, в принципе, должно быть достаточно. Что-то сейчас он позже заявился. Проход второго этажа. Второй этаж у нас небольшой. Поэтому я считаю, что проще так пробежать, чем идти через какой-то тайный проход. Хотя на тайном проходе у нас была бы возможность током ушарахнуть эту фигню. Извини, может мнение для тебя, вот честно. Тихо. В смысле? А куда мне идти? Блин. Может мне надо через вот эту... Так, не здесь, здесь вот парохода нет. Наверное, надо вот этим длинным путем пройти до выхода. Вот другого, где вот этот... Где грузовик стоит. Там и была дверь, на которую Йоко говорил, что типа ей это нафиг не нужно сейчас. То есть, видимо, надо там выходить. Я думал, что вот это... То есть, главный вход это выход. Видимо, главный вход у нас... Ну, будем считать, что типа закрыт. На всякий случай подлечусь, чтобы время было. Да, время тут прямо очень мало дается. Надо тупо максимально активно бежать. Идёшь? В смысле? Ты застрял? Что? Что с ним? Кто потратит время? Окей. Вот, наверное, здесь надо выйти. Где-то вот, вот эта дверь, да? В смысле, нет? В смысле, нет? Да туда не нужно идти. А куда, блин, идти? Игра. Туда не нужно идти. Это вот этот шел за дверь, я не помню. Я вообще туда, по-моему, не ходил. А куда мне надо? И вот там дверь, она типа желтая. Она не красная. Йоко, пожалуйста, заходи, блин, в дверь. Вот это дверь. Вот почему? Я не понимаю, что мне надо делать, блин. Окей, я могу вернуться в главный холл? Или мне обязательно надо ещё тирану навалять? Да, если так считать, а нафига он мне нужен? Я не понимаю. Не, ну давайте зайдём типа вроде сюда. Какого хрена? Я не понимаю. Что за хрень? Я не понимаю. Что за хрень? Я не понимаю. Так, я снова это сделал, я снова загрузил это сохранение. И мне пришлось опять, блин, залезть в это прохождение. Я не знаю, почему тут настолько всё сложно в понимании. Именно в этом эпизоде, что уже третий раз приходится отходить. Причём, второй раз, когда я отходил, я так и не понял, что мне надо делать по гайду. То есть, когда я не мог вставить реагенты. Я просто, они тупо не вставлялись. Потом я как-то случайно попробовал их без пистолета взять, вставить, и они вставились. Внезапно, блин. И оказывается, надо просто выйти на улицу, откуда я вышел, где грузовик. И вместо того, чтобы выйти в дверь, просто тут постоять и ждать, пока всё взорвётся. Как я иду за лекарством? По-моему, я там лекарства оставил, нет? Я решил не брать вот этот автомат. А, тут ничего нет. Да, просто да. Ну ладно, времени у меня достаточно есть дополнительного. Не, ну, кстати, если лекарства у меня нет, то можно, в принципе, взять и в автомат. Потому что, а чё, всё равно пустое место будет. Ну это нифига не очевидный момент, что надо просто тупо выйти из здания и стоять там, на улице. Потому что логика должна быть такая, что надо как можно, блин, быстрее сваливать и как можно дальше. А не стоять прямо у стен здания, которое вот сейчас разнесёт просто на сотни миллионов кусочков, расположенные по всему периметру здания взрывчатками. Давайте я тут этот особый предмет возьму. Ещё сейчас надеюсь, у меня сейвы не побьются из-за того, что я так вышел. А, кстати, я вот здесь сейчас смогу лекарства найти. Так, я не вижу большого смысла брать эти патроны к автомату. Я не знаю, может быть он прям мега мощный, но я предпочту побольше лекарства мить. Что, раз это ещё не конец? И это, блин, всё ещё не конец, да. Вы правильно поняли. Так, ладно, на самом деле надо уже как-то быстренько бежать, потому что сейчас будет больно иначе. Ну, сейчас он вообще не пришёл. Чё это с ним? Я же дверь открыл, да? Это тестовый проход? Да. И тесты проходил там. Здорово. Это всё-таки путь ближе явно. К выходу. Ну, как он тут успел по всему зданию пробежаться и понаставить своей тупой взрывчатке? Я не понимаю. Ну, вот и проходить три раза. Вот эту голову из-за того, что непонятно было куда идти, это такое себе, как мне кажется. Так, на улицу у меня, так по нему, не выходит, да? Мне надо тупо здесь стоять. Ждать, пока всё взорвётся. Судя по гайду. Давайте ускорим. Собрать я тут ничего не могу будет. А, могу, кстати. Нет, остался всё-таки спрей. Это хорошо. Ну, тут ещё трава есть. Тоже хорошо. Это ключ-карта. Я не уверен, что это самая безопасная затея, стоять вот так вот возле здания, которое сейчас взорвётся. Но... Игре виднее. Просто паникуем. Остаётся меньше 20 секунд. Что это было?! Что это было?! Субтитры сделал DimaTorzok Окей Ё-моё Пчелы переростки, нифига вот здесь Мне сюда? Ну вот почему нельзя было выйти До взрыва Просто тупо Ну что мешало? Я не понимаю логику Ну тут еще Лежит спрей Ладно, лекарства у меня есть Подозреваю, что их должно быть более-менее достаточно Ну и че там блестит? Гранаты И это пистолетные патроны что ли? А там еще что-то лежит Еще спрей? Так, это пистолетные круги Так, пистолетные круги, видимо, 255 штук максимум Ну, мне не то чтобы нужно еще Я уверен, что я столько и потрачу Просто мне не на что будет их тратить Так, это магазин Так, а сколько в нем? Тридцать? Да Не, я думаю, мне вот этого оружия хватит Тиран, да? Ну, тираны не могут просто взять и сдохнуть Ну, разумеется Когда бы этот тиран с одного раза сдох? Ты в смысле? Ты что такое? Ага, ему оторвал, кстати, одну руку Зато вторая у него выросла До непреодолимых размеров Так, а Это по урону как? Да в смысле, она у тебя... Те, вообще, хоть какой-то урон идет, а? А, нет, ну это слишком высоко Вообще, что-то лежит Канал Как я в канал попал? Ты хрена себе выносит дверь, ты что? А, ну это действительно, как я и подразумевал Была последняя глава Я так понимаю, раз тут титры, типа, уже пошли А, ну... Окей, дубль два, да? П вида Угу Продолжение следует... В смысле? Откуда мне знать, что он навсегда сдох? Продолжение следует... 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 что тиран задевает бомбу, и она там заранее взрывается. Мало ли, ну... Ну, это хотя бы было бы, блин, логично. А то стоять вообще никакой реакции на дверь не выдавать. Окей, понятно, что, скорее всего, это нужно для того, чтобы все персонажи успели собраться. Ну, опять же, могли бы хоть в мыслях персонажа как-то сказать, типа, надо собраться снаружи на внутреннюю дворике, например. Ну, хоть как-то намекнуть, где надо собираться. Потому что когда у меня никакой реакции не было на эту дверь, я несколько раз в нее потыкался, я действительно подумал, что мне надо в главном холле выйти. Но там у меня тоже не вышло. А то я оказал, что тут у нас такой... не очень логичный, на мой взгляд, моментик нарисовался. Ну ладно, хватит о грустном. В целом, игра мне очень зашла. Конечно, немножечко сбиваю эту атмосферу, когда эти персонажи одни и те же фразы орут по несколько раз за минуту. Но в целом, интересный сценарий и взгляд на новые части уже знакомых локаций и совершенно новые локации. Интересные причем. Когда-нибудь я попробую эту игру на нормальной сложности пройти. Может быть, за других персонажей. И на очереди у нас вторая часть аутбрейк. Ее я тоже буду за Йоку проходить, потому что место, блин, нужно. Особенно, когда надо по три ключевых предмета таскать. Особенно, когда они не вставляются сразу. В общем, я этой игрой оказался в итоге доволен. Несмотря на то, что некоторые загадки я тупо не вдуплил и сам до них не додумался бы очень долго еще, что вот эта загадка с кодом Клифту в третьем эпизоде в больнице. И, кстати, я когда читал гайд, там еще где-то может был еще код найти, но я не знаю где. Я его тупо не нашел, но... То есть, когда я читал, я узнал, что там можно было еще открыть путь на крышу и что-то на крыше сделать. Но я этот код не нашел. Я не стал его вводить из-за этого. Ну, потому что это было бы совсем нечестно. Ну, я вот подсматривал и пользовался только тем, что я сам нашел. И что вот этот код в... Ну, к часам в университете. Я не знаю, сколько мне нужно было бы часов думать над этой головоломкой, чтобы до меня до первого что... Из одинаковых цифр можно по силуэту составить как раз-таки цифры. Рано или поздно до меня это дошло бы, конечно. То есть, в отличие от головоломки в больнице, тут я уверен, что я бы когда-нибудь допер бы. Но это было бы очень нескоро. И из-за этого я прервал бы весь марафон свой. Потому что один раз уже из-за невнимания, как решать головоломку, я уже затупил. То, что в больнице... Ну, да, вот этот... В коде, где плюс что-то там, я видел плюсик. Но я не знал, к чему бы приплюсовывать. Я думал, мне должны дать конкретные указания, а не надо, чтобы... Ну, то есть... Я не думал, что мне дадут тупо перебором. Надо решать один из кучи вариантов. Ну, в общем, эта игра оказалась умнее меня. Ну, я не то, что прям против. Конечно. Хорошая игра, это интересно. Что вообще происходит? Истребитель. Таргет скоро будет в высоте. Погнал. Вы только 15 минут остались, чтобы выйти из-за. Рогер. Вот сегодня результаты. Это было 6 месяцев, но все равно, что это все равно. Никакая, что люди смогут сохранить жизнь там. Не люди. Нет. Сэр, у вас есть звонок от главного управления. Возьмите его. Мистер-литмилл. Все готово? Да. Два для каждого. Начинать с тестом Т-4. Ребята будут следить в 15 минут. Еще и комплекс какой-то построили на руинах Раккун-Сити. Хард, понятно, добавили. Окей, сохранение вроде бы не побились. Из-за того, что я зачитерил. Что у нас тут? Вот это что такое, кстати? Ну, сценарий, это, по-моему, у нас все. Да, то есть дальше нет сценариев. Окей. Коллекция. Но с этой коллекцией просто охренеть можно. Не знаю, давайте посмотрим. Это, я так понимаю. Да, это повелительница лизунов. Ну ладно. Зачем мне покупать костюмы на NPC? Не, не понимаю. А, кстати, хард. Ну типа можно хард открыть. Не то, что я, блин, на нем пойду играть. Эй, хард я не потяну. На этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok